Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы сказать, это, что вам надо бы изучить треугольник судьбы, изучить эту тему. Ну, вы жертва по этой теме. И вам, очевидно, это выгодно. Ну, вы не согласитесь, конечно, со мной, скорее всего. Будете, наверное, отрицать, говорить, что нет. Я хочу, ну, спокойствие, хочу, чтобы все было нормально. Я верю, что сознательно вы хотите именно это. Но подсознательно, к сожалению, ситуация немножко другая. Вот. Второе, о чем бы мне хотелось вам сказать, это про игру «Все из-за тебя». Есть вот такая психологическая игра. Она так и называется «Все из-за тебя». «Все из-за тебя». Где, по большому счету, люди, ну, винят кого угодно в своих проблемах. Кроме самих себя. Вот. То есть, люди, они, типа, не виноваты, да? Вот. Вот. Бабочка вас обидела. Вот. Вот. И надо сказать, что вот это вот поведение жертвы, оно у вас было еще в тот момент, когда вы были беременны. Вот. Мне так показалось, по крайней мере. Ага. Потому что, ну, вот вы говорите, что она на меня кричит, на меня беременную. Вот. То есть, я ее не оправдываю. На самом деле. Просто хотел бы, чтобы вы понимали, что дело здесь не в диабете, на самом деле. Не в наличии у нее сахарного диабета или там чего-то еще. Вот. Ага. Дело здесь в другом. Дело здесь в том, что она просто старая уже, с личиком. И, естественно, как бы, у нее деформируется восприятие. Это нормально. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому, ваше отношение к ней вызывает у меня больше вопросов, чем ответов. Да? То есть. Почему вас так задевает ее отношение к себе? Почему вы не берете ответственности на себя за то, что решили жить с ней в ее квартире? Да? Она вас приютила, как бы. И устанавливаете, как бы, ну, ведете себя вы, в общем-то, достаточно, скажем так, не то чтобы вызывающе, но... Своевольно. То есть. Эта квартира все-таки не ваша. Павел, вы сами говорите, что мы здесь на птичьих правах. Вот. Да тогда опять же позиция жертвы. Да? То есть. Ну, банально просто. Просто банально. Вы заводите ребенка, да? Хотя у вас нет своей квартиры еще. Вот. Вы заводите ребенку. Вам же это для чего-то нужно. Вы же это для чего-то решаете. Вы же молодые здоровые люди, да? Умные. Молодые, умные, здоровые люди. Вы же отдаете себе отсчет, для чего вы это делаете. Все. Вот. Отдаете? Ну, наверное. Наверное, отдаете. И как это все должно было выглядеть по, ну, вашему мнению. Вот как это все равно было выглядеть. Именно по вашему мнению. Как это все равно было происходить. По вашему, ну, по вашему восприятию. Дальше. Так. Значит. Ну, насчет диабета, там, кидает мозг, не знаю. Не врач. Так. Я не дожила у бабушки. Так как она говорила, что ей нужна помощь до встречи с мужем. И у нее были такие заскоки. До встречи с мужем у нее были такие заскоки. Ну вот. Да, то есть заскоки были. Паранойя, забота, вот. Истерия. Но, по большому счету, все это сводится к одному. По факту. Внимание. Все это сводится только к одному. Ей нужно внимание. Ваше внимание. Чье внимание? Ваше. Ей нужно ваше внимание. Это единственное. Это единственное. Единственное, что ей нужно. И ради этого она все делает. Чтобы чувствовать себя значимой. Чтобы чувствовать себя важной. Чтобы чувствовать себя нужной. Чтобы чувствовать себя, ну, сильной, да, и так далее. Потому что она очень, видимо, очень явно чувствует, что ее силы, ну, на исходе. Скажем так. То есть ее силы, они теряются. Она этого боится. И постоянно, значит, хочет как-то, ну, реабилитировать. Скажем так. Вот. Дальше. Далее. Значит. Вы знали, что у нее заскоки. И вас это не остановило. Приехать к ней. Когда вы еще не были беременны. Приезжать к ней снова и снова. И обещаться на нее. За то, что она, например, обвиняет вас в краже тех же, тех же денег. Например. То есть. Как бы. Ну да, она обвиняет вас. В этом. В краже денег. Но. Вы почему-то. Почему-то. Да. Почему-то. играете в ее игру. Знаете, основная ваша проблема в том, что вы играете в ее игру. Просто продолжаете снова и снова играть в ее игру. Поддаваться ей на ее манипуляции. Вот. Давайте. Вы говорите, что она к вам. Отдачная комнату, где вы с ребенком и мучим. А простите, у вас комната, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Понимаете, то есть, вот, ну, тоже такой момент, странный, я бы сказал, да, то есть, всё это, ну, вот, такие ссоры, и не про бабочку, про вас, понимаете, что делать, что делать с бабочкой, вы спрашиваете, принять, на невозможную жизнь, не живите, но это ваш выбор, её не поменять, её не переделать, раз вы выбрали жить с ней, потому-то так выгоднее, не нужно снимать квартиру, ну, вам нужно нести ответственность за свой выбор, вот, или вы думали как, что, значит, бабочка старенькая будет себе тихо сидеть, да, и не будет вам мешать, а квартира вся будет в вашем распоряжении, иначе, почему вас не насторожил тот факт, что она вела себя странно, когда, вот, обвинила вас, там, в краже денег, когда позвонила участковому и прочее, 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 ведь каждый раз, когда вы приезжали, что-то происходило, вообще-то не насторожило, почему, почему, или вы рассчитывали, что она чудесным образом излечится, когда вы приедете с, ну, с мужем, ну, к ней, понимаете, но если так, то я бы сказал, что это весьма наивно, как думать, понимаете, ну, то есть я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, да, то есть моя цель не принизить вас, моя цель не унизить, моя цель именно показать, именно показать, что в этой ситуации, соответственно, несете вы, вот это произошло, не бабочка, а вы к ней приехали, понимаете, вы к ней приехали, вы в ней нуждаетесь, вот, ну, в треугольнике, в треугольнике судьбы, в треугольнике Карпмана, все это раскрывается, вот, я думаю, что вы почитаете это, вот, почитаете, и вам станет более понятным, что происходит, у вас, вот, я думаю, ну, я думаю, что станет более понятным. Дальше, так, значит, ну, вот, собственно, обвинение, да, показывая, она не извиняется ни слова, вот, то есть вот здесь вы ждете от нее извинений, да, извинений от старого человека, от божилого человека, который, скорее всего, гордый, который, скорее всего, достаточно костный, чтобы, ну, просто взять, да, и извиниться. То есть это вот молодому человеку легко извинить, легко извиниться, а старому человеку извиниться гораздо сложнее, потому что, ну, потом старый, потому что действуют определенные, там, и предрассудки действуют определенные, и действует вообще много всевозможных элементов, вот, которые, ну, не позволяют, людям извинять, но вы ждете. Почему? Почему вы ждете? Прямо это вас задевает. И то, что вас задевает, да, в том числе поведение, вот, значит, это, ну, поведение старого человека, это проблема, проблема, она ваша, ваша, это вас задевает, понимаете, вот. И соответственно, за это нужно брать на себя, за тот вас задевает, вот, вот, например, сейчас, то, что вы, там, соответственно, ну, то, что вы уже не беременны, да, вот, то, что вы не беременны, облегчает задачу вашу, то есть облегчает задачу именно, вот именно в плане того, чтобы вам не брать, не принимать цена свой счет, вот, сейчас, и именно, именно сейчас, вот. Надеюсь, что вы это понимаете тоже. Дальше, так, значит, потом позвонила и извинилась, правда, так, ну, вот вы и делаете акцент на извинения, вот, значит, так, потом так выходит, что ей нужен предсмотр, и у нас ребенок, квартиру снимает дороговато, она говорит, приезжает ко мне, мы делаем ремонт, во время ремонта она опять сидит. Ну, то есть, вот, знаете, да, у нас написано так, в одну, в одну кучу, вот. Так вышло, что у нас ребенок, и ей предсмотр нужен, а квартира на дороговато. Вот, знаете, то есть это, ну, как бы это, это безответственность в данном случае. Знаете, потому что, я вам говорил уже об этом, что вы, по сути, заводите реберко, да, вот, не имея своей же площади, вот, и делая акцент, то есть, ну, рассчитывая на бабушку, которая, по вашему мнению, должна прекратить себя вести, ну, негативно, прекратить, должна вести себя, ну, вот так, как, как она себя ведет, вот. И мне, конечно, очень интересно, ну, просто, на что вы рассчитывали, на что, на что вы надеялись, данный штат, значит. Так, значит, ну, соответственно, тут вы просто на нее делаете, вот. Ну, в принципе, все, на этом, как бы, больше, в принципе, добавить, что ничего, ничего нет, ничего нельзя. Вот. Что есть, у бабочки своя, как бы, модель отношения с людьми, ну, модель отношений с людьми, и вам эту модель отношений, ну, не поменять, что. Поэтому, тут, либо, принять ее позицию, либо, нет, вот, поскольку вы ремонт сделали, вложились, то, соответственно, нужно обращать на это внимание. Если она вздевается, да, то она снова ничего не сделает. Вот. Такого, вот, если она что-то сделает, реально, да, то, это, ну, до этого не дойдет, короче говоря. А пока вы даете ей обратную связь, да, пока вы реагируете, плачете, смотрите, бабочка довела вас до слез. То есть, вы, вот, только подумайте, да, вот, насколько вы, вот, не уверены в себе, насколько у вас, ну, есть, может быть, проблемы, да, что бабочка может довести вас до слез. Ведь это же не случайно. Такая история. Произошла. Вот. Так что, поработайте, вот, вы говорите, что муж у вас еще более спокойный, чем вы. Вот. Соответственно, я верю, что он более спокойный, чем вы. Но, тем не менее, если мужи это не вздевает, он понимает, что это бабочка, да, когда это чужой для него человек. А вы нет. Значит, тут обиды есть. Какие-то. У вас. Понимаете? На нее, возможно. А возможно, не обязательно, не обязательно на нее. Возможно, обиды есть на, там, ну, на что-то еще, на что-то другое. Понимаете? Все. Но все это в любом случае, все это, ну, нужно разбираться. Даже бабочка не изменится. Вот. В крайнем случае, вы можете, эээ, там, донести, эээ, там, донести, эээ, там, но, может, в принципе, делать то, что хочется. Вот. Так что, здесь, опять же повторю, треугольник Карпмана, вот, и, соответственно, изучение его и работа, ваша работа над вашими, над вашими собственными обидами и переживаниями, которые у вас есть. Вот. В корректировании своего, своего, своего поведения. Вот. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А, значит, давайте, я, наверное, отвечу все-таки еще на ваши вопросы, да. А, что нам делать? Спрашиваете вы. Кому нам и что бы что? На что это похоже? Да, на старческой это похоже. На что это может похоже? Как себя вести с ней? Да, инферентно, равнодушно. Абсолютно. Вы не воспринимайте ее всерьез. Вот та же основная проблема в том, что вы воспринимаете ее всерьез. На это есть, на это есть причины. Причины ваши. Тут все понятно, что у вас есть причины воспринимать ее всерьез. Я понимаю. Но эти причины воспринимать ее всерьез не имеют отношения к бабочке. Ну ладно. Вас задевает это? Да. Но кто-то вас задевает, бабочка к этому отношения не имеет. То есть разграничить ответственность. И треугольник Карпмана. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.